Для чего употребляет христианин вино и когда? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин, при пристрастии, при болезни и чуточка для веселья на бракосочетании, только не молодоженам. Матфея, 26 глава, 29 стих. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего. 1 Тимофея, 5 глава, 23 стих. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и часа твоих недугов. 2 Сирахова, 19, 2. Вино и женщины развратят разумных, а связывающиеся с блудницами сделаются еще наглее. 3 Сирахова, 31 глава, 29 по 35 стих. Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило вино. Печь испытывает крепость лезвия закалкую, так вино испытывает сердца гордых пьянством. 4 Вино полезно для жизни человека, если будешь пить его умеренно. 5 Что за жизнь без вина? Оно сотворено для веселья людям. 6 От радости сердца и утешения души вино, умеренно употребляемое вовремя. 7 Голесть для души вино, когда пьют его много при раздражении и соли. 7 Излишнее употребление вина увеличивает ярус неразумного до преткновения, умаляя крепость его и причиняя раны. 7 Сирахова, 40 глава, 20 стих. 8 Вино и музыка веселят сердце, но лучше того и другого любовь к мудрости. 9 Книга Тавита, 4.15 10 Что ненавистно тебе самому, того не делай никому. 11 Вина до опьянения не пей, и пьянство да не ходит с тобою в пути твоем. 11 Лично я за абсолютно сухой закон. 12 Ни грамма нигде, кроме причастия. 13 Чуть-чуть при болезни и все. 14 Проживешь, не умрешь, избегнешь полицания, не дашь дурной пример. 15 Читай подробно в книге «К истинному православию» в разделе «Спаси Господи от пьянства». 15 Продолжение следует...